Безопасность и прозрачность системы образования. Именно такие надежды возлагают на новый проект «Школьная карта». В него будут включены 33 городские школы. Заработать он должен уже 1 апреля следующего года. Главный результат этого проекта, это все-таки, наверное, первое, повышение финансовой грамотности наших детей, наших родителей. Это вопрос о безопасности наших детей, потому что проект позволяет сегодня четко понимать, во сколько ребенок пришел в школу, а для родителей это важно, во сколько он ушел, дошел ли он до школы, нет. Понимать, во-первых, что сегодня ребенок в школе ел, видеть этот меню, потому что вся информация о движениях средств по карте и о том, что происходит по меню, она доступна родителям в личном кабинете на государственном портале услуг. Сейчас нововведением знакомят родителей. В школах проводятся родительские собрания. О новом проекте сегодня говорили и в администрации. Здесь необходима системная работа и с родителями, и с образовательными учреждениями, со всеми субъектами, что называется, этого проекта по его качественному внедрению. Карта школьника будет платежной. В каждом учебном заведении будут установлены терминалы, через которые родители смогут ее пополнять. Изготовление данных платежных инструментов заложено в бюджетное финансирование, причем предусмотрено изготовление 15% дополнительных карт на случай потери или порчи. В течение этого учебного года. Но это только в этом учебном году. В дальнейшем восстановление и изготовление карт будет за счет пользователя. Карта будет иметь несколько функций. Во-первых, это будет пропуск в учебное заведение. Родители теперь будут знать, во сколько ребенок пришел и ушел из школы. Также с помощью нововведения заработает безналичная оплата школьного питания. У родителей будет возможность через свой сайт на портале госуслуг посмотреть, что ребенок кушал калорийность и стоимость питания. Все делается до максимальной прозрачности этого процесса. Если сейчас родители оплачивают квитанцию за питание за целый месяц, то при использовании карты снятие денег будет происходить ежедневно. Если ученик не кушал в этот день, то сумма, соответственно, не снимается. Я к этому отношусь положительно. Родителям будет удобно, дети будут под контролем. Прекрасно. Во-первых, полный контроль, где ребенок находится, это хорошее начало. Замечательно. Все новое должно притворяться в жизнь. До 1 марта в школах установят все необходимое оборудование. Делают карточки. Кстати, у учеников сельских и коррекционных школ они будут без банковского приложения. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.